Глава администрации президента Республики Беларусь Наталья Качанова с рабочим визитом побывала в регионе. В пятницу она приняла участие в заседании Горисполкома, на котором обсудили итоги социально-экономического развития Гомеля за первый квартал. По большинству позиций город выходит на необходимые прогнозные показатели, но есть проблемные моменты. В промышленности это убыточная или недостаточно производительная работа некоторых предприятий, в их числе радиозавод, фабрика 8 марта, завод измерительных приборов. Акцент был сделан на разработку стратегии по выходу на эффективную деятельность. Прежде всего акцент был сделан на те предприятия, которые сегодня работают недостаточно эффективно, где невысокая заработная плата, где есть неиспользуемые площади, которые надо вовлекать в хозяйственный оборот. И вообще в целом рассматривали стратегию развития дальнейших предприятий. Может быть, они удельный вес их в объемах промышленной продукции в целом по городу и не столь велик, но там работают люди, это серьезные коллективы. На одном предприятии больше тысячи, на втором предприятии 660 человек. Основная задача сегодня руководителя предприятия – это видеть стратегию развития, что будут выпускать, какую продукцию для того, чтобы у людей была достойная заработная плата. Основная мысль, которая звучала во время встречи Натальи Качановой с представителями власти предприятий Гомеля и области – неукоснительное выполнение главных требований президента Беларуси. Это эффективная работа промышленности, адекватные зарплаты для работников, контроль за ценообразованием с проведением постоянных мониторингов и благоустройства. Также в числе приоритетных – работа с обращениями граждан. В Светлогорском районе обсудили пути повышения эффективности животноводства. При этом акцент сделали на современные технологии выращивания и хранения травяных кормов. По словам ученых, применение таких кормов позволяет не только на 20% увеличить надои, но и способствует усилению здоровья животных. В Минсельхозпроде надеются, что современные технологии выращивания, заготовки и хранения травяных кормов найдут более широкое распространение. Сегодня в Беларуси отмечают День печати. Своим профессиональным этот праздник в Гомельской области могут считать сотрудники 24 государственных газет и 19 ведомственных изданий. Лидером областной периодики является областная газета «Гомельская правда». Сегодня ее тираж достигает 99 тысяч экземпляров. Чтобы не терять аудиторию влияния, оставаться востребованными, печатные издания широко используют современные формы коммуникации – интернет, социальные сети. Также «Гомельская правда» – это, по сути, три средства массовой информации – газета, интернет-порталы, радиостанции. Активно по пути универсализации идут и районные газеты. Местный новостной контент уникален и всегда будет востребован. «Районные газеты, они влиятельные сегодня. Если посмотреть тиражи на тысячу населения, они достаточно еще убедительно выглядят. Я говорю еще, потому что районным газетам тоже они сегодня видят свою перспективу. Есть сайты, работа в социальных сетях. И можно называть сегодня и «Непровец», «Речицкая газета» очень интересен. Сайт мобильный, раскрученный. «Калинковическая газета», «Жлобинская», «Рогачевская», «Измаленький» «Хойницкая». То есть приходят кадры молодые, свежие, с идеями. И развитие есть.